В Олегминске состоялись встречи представителей Газпром, Трансгаз, Томск с местными властями и общественностью. В районе сегодня прокладывают в трубы мегапроекта «Сила Сибири». На какой стадии сегодня находятся работы? Как договорились о помощи газовиков Олегминску в социальных вопросах и проблемах? И будут ли привлекать местные кадры для «Силы Сибири»? Реализация грандиозного проекта «Сила Сибири» началась давно. Территория Олегминского района также задействована. И сегодня здесь полным ходом идут работы. Буквально недавно прошла укладка первого участка магистрального трубопровода. Общая длина его составляет 1,24 км. Начались работы по укладке первого участка магистрального газопровода протяженностью 1,24 км. Перед этим были проведены работы по разработке траншеи до проектных отметок. После этого была сделана подушка под газопровод, сняты отметки. После этого была принята нервировка траншеи. И последующая работа по укладке сегодня началась. Важный этап работы совершен без суеты и излишней помпезности. Четко и отточенно специалисты произвели все операции. Проверка трубы перед укладкой. Буквально по команде взгляда. Сработанная команда из машинистов 9 огромных трубоукладчиков. Как бы играючи подняли и аккуратно уложили первые метры. Достаточно масштаб и предварительных работ. Подготовка траншеи. Неоднократная проверка самих труб. Решение проблемы со сложностями почвы. Наши подрядчики планируют с середины месяца выйти уже как бы на полный комплекс. Будет организована работа в двухсменном режиме. Ну и соответственно величество количества. И пойдем вперед дальше. Говоря о проекте, можно говорить не только об его важной составляющей в промышленном масштабе. Вот этот проект принесет для Лёгмы самые большие выгоды. Это то, что с окончанием строительства этого объекта, газопровода магистрального, начнется газификация населенного пункта. Это то, что ждет население. Больше всего. Заходя в район, представители крупной компании считают обязательным решение и помощь району в социальных проектах. Значимой поддержкой для Лёгминской больницы стало поступление современной аппаратуры, необходимой как в до, так и в послеоперационный период. Работаем с аппаратом. Подключаем аппарат, чтобы больным был это соответствующим, чтобы доставка к лекарству, соответствующую к здоровью, а остальные. Поэтому в нашей медицине нуждаются последние поколения аппаратов. С этим аппаратом работает нам очень легко. Во-первых, как российские, мы больше понимаем, нам более доступно работать с аппаратом. В рамках благотворительной помощи обществом «Газпром Трансгаз Томск» было приоритено оборудование для районной больницы, которое востребовано, надеемся, оно окажет большую и существенную помощь врачам в их работе, ну и пациентам в их выздоровлении. Радость лебедни одного из дошкольных учреждений города доставила детская площадка, установленная на территории садика. Это подарок, которому рады были как дети, так и педагоги, ведь большинство игровых снарядов изготовили сами родители. Общая сумма поддержки района более 12 миллионов. Это оборудование для столовых, детские площадки и прочее необходимое. Мы признательны за поддержку, подытожил встречу глава района Виктор Васильев, но основным приоритетом мы считаем обучение, трудоустройство или иная форма задействования местных кадров, как при реализации проекта, так и при его работе в дальнейшем. Елена Фаст, Сергей Лифул, НВК Саха, Олег Минск.